40 литров теста в этом году приготовили сотрудники Центра развития культуры и искусства для блинной поляны. Второй раз они пекли блины на открытом огне. В качестве костра использовали финские свечи. Огонь разжигали внутри высоких пеньков. Этим занимаются охотники. То есть в лесу, когда они остаются на ночлег, и любой. То есть это как бы система выживания. Не обжечь руки и испечь румяный блин на открытом огне – задача непростая. Но Михаил Воинов ловко управлялся со сковородой и успевал давать советы своим коллегам, как правильно перевернуть блин. Здесь огонь неотрегулирующего. То есть нужно самому немножко быть шустрым в этом плане. То есть чтобы не сгорел, не подгорел, допекся правильно. В этом году на Масленицу в парке было многолюдно. Яркое солнце, легкий мороз в первый весенний день манили горожан на свежий воздух. Народные гуляния в парке привлекли саровчан от мала до велика. Каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Одни гуляли по аллеям и участвовали в творческих мастер-классах. Также по традиции уже из года в год мы организовали творческую площадку. Это изготовление маслен. Маленькой куклы-масленицы, которая тоже пользуется огромной популярностью. Другие от души танцевали и водили хороводы на площадке «Игровая масленица». И дети, и взрослые принимали участие в конкурсах и народных играх. Впервые в этом году организаторы праздника сделали специальную зону – валеночные забавы. На которой мы устраиваем и валеночные забеги, и валеночные шуточные бои. Также ищем пару валенку, допустим, находим, прыгаем через костер. Все это валеночные игры. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы нашего города и гости из Владимира. Вместе с артистами жители города пели фольклорные песни, вспоминали старинные традиции и плясали под русские народные композиции. По традиции на «Масленицу» работали карусели и фото-зоны, где каждый желающий мог примерить на себя образ заботливого хозяина или хозяйки. Елена Грецкова, Евгений Шусцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Продолжение следует...